И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Как вы знаете, армянство вовсю старается исказить историю Азербайджана. Для этого они используют в том числе многочисленные интернет-порталы, интернет-пространства для продолжения распространения своей лжи о своей древности, о своей автохтонности на территории азербайджанских земель. Об этом пестрят такие сайты, как, на первый взгляд, информационные, исторические, научные сайты, как Википедия. Также этой заразу подхватили и некоторые представители других народов. Говоря о том, что Азербайджан был создан 100, ну, в лучшем случае, 150 лет назад, выбрасывая тысячелетия истории Азербайджана. Они не освещают моменты Кавказской Албании, Атропотены. Они ничего не говорят об арабских ученых, которые называли данные земли Азербайджан. Зачем? Они ничего не говорят о многочисленных документах российской, уже можно сказать, становлении Российской империи, в которых тоже писалось Азербайджан. Зачем об этом говорить? Не так ли? Слава Богу, что среди азербайджанской, скажем так, культуры, элиты, есть личности, которые стараются, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, и они стараются пробивать, и очень часто им это удается, пробивать эту стену, состоящую из армянской лжи, сказок и мистификаций. Одним из таких людей является Нусрет Малин, Нусрет Малин Мамедов. Ему удалось сделать достаточно серьезный шаг, так как в Северо-Кавказском государственном университете приняли изучать историю Азербайджана не по тем фейковым ученым, о которых любит говорить армянство, а по книгам, которые были напечатаны не без помощи фонда, возглавляемого Нусрет Малин Мамедовым, за что ему низкий поклон. Я в неочередной раз показываю страницу его фонда, при котором действует библиотека, в которой рассказывается об истории тюркских народов Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Туркменистана. Что касается изучения истории в одном из госуниверситетов Казахстана, они осуществляются, изучение именно азербайджанской истории, по тем книгам, которые я вам сейчас представлю. Это исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Первая книга. Вторая книга, не менее важная, а возможно даже более важная, это албанский письменность. Письменное наследие Кавказских Албан, том первый, то есть здесь несколько томов. И третья книга, это Азербайджан в XVIII-XIX веке. Все эти книги полностью разоблачают, как я уже говорил, мистификации армянства в отношении своей древности и автохтонности в Закавказье. В связи с чем Нусред Мелим сделал обращение, которое я, скажем так, озвучу. Ну что ж, кому делается данное обращение, вы сейчас узнаете. И почему оно делается. Данное обращение адресуется уважаемому господину послу Азербайджана в Казахстане Рашаду Мамедову. Уважаемый господин посол, На мой взгляд и на взгляд, наверное, большинства азербайджанцев распространение информации о данной книге повлияет на будущее Азербайджана. Так как не бывает светлого будущего без знания своего прошлого. Наверное, никто не сможет спорить с этим фактом. Ибо я опять повторюсь, без прошлого нет будущего. Я уж не говорю про настоящее. Мы не сможем вернуть наши земли, если другие народы, населяющие земной шар, не будут знать правду. Во всяком случае, нам это будет сделать в разы сложнее. Мы не сможем продвигать свои интересы в других направлениях, не опираясь на историю своего народа, своего государства, своей страны. В связи с чем, а я обращаюсь с просьбой к вам, уважаемый господин посол, поддержать что касается распространения данных книг по институтам там на территории Казахстана, как минимум Казахстана. Это будет большой шаг в будущем, в будущности нашей страны. В связи с чем, я еще раз обращаюсь к вам посодействовать, помочь осуществить данную миссию до конца на территории Казахстана. Потому что начало уже положено. Один из университетов, госуниверситетов Казахстана начал изучать историю по данным книгам. Это Северо-Казахстанский государственный университет. Но этого мало. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я, пожалуй, закончу данное свое видео, пожелав вам всем счастья, здоровья, а в связи с пандемией коронавируса это очень важный момент, а также дождаться того момента, когда правду о нашей стране, об истории нашей страны, об истории нашего региона будут знать все. Не по лжеисточникам, а по истинным источникам. На этом все, дорогие друзья. Всем до свидания, всем пока. Еще раз хочу поблагодарить за проделанную работу. Все ссылки необходимые для получения данных книг, для их скачивания, я оставлю под видео. Всем до свидания, всем пока. Всегда ваш Сейдов Кямрам. До свидания. Сейдов Кямрам. Сейдов Кямамамамаме Продолжение следует...